Вчера войны выигрывали танки и солдаты, сегодня войны выигрывают средства массовой информации. Назовем вещи своими именами. Сейчас идет информационная война. Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Каждому из вас раздали новости, каждая из которых потенциальная бомба. Город Волжск, авария на ТЭЦ, один человек погиб, два квартала без света. Просто шикарная новость, тебе повезло. Поэтому стреляют пушки, свистят пули, чтобы люди точно знали, что идет война. Какое отношение эта новость из маленького городка имеет к политической повестке? Вот смотри, объясняю на пальцах. Два квартала без света, один человек погиб. Звоним в местную администрацию. Что нам там отвечают? На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Это то же, что и в любой другой местной администрации в любом регионе мира. Они просто промучат, чтобы не брать на себя ответственность. Берем это мучание, идем к любому гражданскому активисту. Какие отношения у любого гражданского активиста с любой местной администрацией? Народы умело стравливаются, и игра идет. Ну, примерно как у кошки с собакой. Абсолютно верно. И поэтому этот гражданский активист с огромным удовольствием, с 99-процентной гарантией, расскажет вам, что вообще у этой администрации все плохо. И дороги, и школы. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Для атаки на местного губернатора сойдет, ну так, на троечку. Это еще не все. Идем к нашему знакомому инженеру. И спрашиваем его, господин инженер, а известно вам что-нибудь об аварии на Волжской ТЭЦ? Ну, естественно, он ничего не знает. Предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. А у нас есть информация, господин инженер, что эта авария могла произойти из-за какой-то поломки. Ну, любой механизм на ТЭЦ. Ну, посмотрите, Википедия, быстро. Быстро, быстро, быстро. Редуктор. Вот, сломался редуктор. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Может ли редуктор стать причиной аварии? Конечно, может, говорит инженер. А еще нам известно, господин инженер, что редукторы эти шведского производства. Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. Возможно ли сейчас в условиях санкций в России, когда любые поставки запрещены, где-нибудь найти эти шведские редукторы? Ну, вы, в общем, за него ответили. За последней партии медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Идем дальше. Звоним в профильное министерство и задаем вопрос. Как вы относитесь к проблеме поставок шведских редукторов в условиях санкций? При слове проблемы любой чиновник бросает трубку. Кругом одни менеджеры до аналитики. Идем еще дальше. И звоним самому министру с вопросом, как быстро импортозамещение заменят нам эти шведские редукторы. Время от барабана войны. Визжат революции. И все на этой доске. Приемные министры просто перестают отвечать. Шикарный финал. Это еще не финал. А вот в финале мы идем к любому более-менее известному правозащитнику и просим его прокомментировать слова министра. Управляет игрой незримый дирижер. А что нам отвечает что-то типа, что вы хотите от министра? Кто его назначал? Президент Путин. Вот. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Заголовок. Катастрофа. Волжский. Путинский министр закрыл глаза на гибель человека в Волжске. Никого не слушайте и никому не верьте. Вообще. Это вот вам самое будет ценное пожелание. Очень много различных адептов, так называемых. Вот. Никому не верьте. Слушайте только себя. Что вам говорит сердце? Как бы то ни прозвучало прямо и наивно. Но это правда. Это правда. Мы исходим только из этих, из этой логики, из этих побуждений. Чего и вам желаем. И Fukui. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Чего и вам положено сбор! КОНЕЦ! Редактор субтитров А.Семкин